И, наконец, из нашей программы последний доклад. Синдром короткой ноги, лифт-терапия, перекоса таза, структуральные и невральные аспекты. Владимир Ильич Нечаев, врач высшей категории, главный специалист компании «Падиатр», город Черноголовка. Владимир Ильич подарил нам технологию «Фомтотикс» в России. Итак, синдром короткой ноги. В скелетно-мышечной медицине наиболее распространенным первоисточником стойких болевых проявлений является хронический механический стресс, как результат неоптимальной статики тела. В этих случаях локальное лечение очагов болезненности приносит лишь кратковременный эффект и не имеет долгосрочную перспективу. Синдром короткой ноги, соответствующим перекосам таза и очевидным неравенством длины ног, очевидным в кавычках, значит, очень часто встречающаяся ситуация в клинической практике. С неравенством длины ног связывают стойкие люмба и пельвы кальгии, цервикологии, сколиоз, грыжи дисков, коксартроз, плоскостопие, синдром хронической усталости, фибромиологии и другие тому подобные скелетно-мышечные патологии. Это по данным литературы разных авторов. Значит, частота встречаемости короткой ноги колеблется по данным литературы от 20 до 50% в целом у населения. Вот здесь приведена диаграмма, сделана на примере работы Сарнацкого, где методом компьютерной оптической топографии тела было исследовано 2586 подростков возраста 12 лет, в данном случае это девочки. И у этих детей было обнаружено только, что более половины из них имели короткую ногу, причем доминировала левая короткая нога, это 36%, извините. И более чем в 8 случаях это уменьшение по данным этой методики составляло более 10 миллиметров. В то же время в литературе имеются впечатляющие результаты по лечению короткой ноги с помощью лифтерапии. То есть лифтерапия, это имеется в виду подъем пятки за счет каска, адекватной величины подкладываемой под пятку, либо в обувь пациента. В данном случае приведена работа Ирвина, где пациентка 52 лет, через 3 месяца, наблюдавшаяся в течение 3 месяцев во время лечения. До лечения сколиозирование 167 градусов и после лечения, через 3 месяца. Практически видно полное выравнивание позвоночного столба и перекоса таза. Что еще нужно сказать, что при вот такой терапии, лифтерапии, прицелом является не выравнивание длины конечностей, а выравнивание базиса крестца. Что бывает в определенных случаях принципиально важно. Но учитывая, что в нашей стране развивается очень мощная остеопатия, и возможно сегодня это будет принято как медицинская специальность, то остеопаты могут очень легко справляться с перекосом базиса крестца в течение нескольких минут, выравнивая этот базис. И тогда остается выровнять длину конечностей. Вот таким образом косок размещается в обуви, то есть если высота коска составляет 2-6 миллиметров, его можно легко вложить под пятку и ничего при этом, то есть пациент не будет ощущать отрицательных последствий. Но если высота коска более чем 6-8 миллиметров, возникает болезненность в области задника пятки. И эту величину уже нужно делить на 2 составляющих, вот как здесь показано. То есть 5 миллиметров подкладывать под пятку внутрь обуви, а 5 миллиметров набойка. Если же высота коррекции составляет более 10 миллиметров, то тогда нужно уже идти на изготовление специальной ортопедической обуви и эту величину, то есть еще 5 миллиметров, прятать в подошву обуви, в толщины подошвы обуви. Но вот это наши пилотные исследования 6-летней давности, и они показывают, тут же использован метод компьютерной оптической топографии тела, где здесь критерием служат вот эти белые линии, которые вот эти, здесь и здесь. Чем симметричнее эти линии, тем симметричный тонус постуральной мускулатуры тела. И вы видите, здесь девушка стоит босиком, здесь она встала только на заготовки стелек, еще не отформованные, только заготовки. И здесь еще под эту заготовку, под ножку подложили косок. Видите, что в последнем случае наблюдается выраженная симметричность по сравнению с первым слайдом. Но при всей привлекательности и кажущейся простоте этого метода, на самом деле здесь зарыто очень много подводных камней, которые, в общем-то, надо преодолеть для того, чтобы его успешно использовать в клинике. И первый камень начинается с того, с какого уровня нужно начинать корректировать разницу в длине ног. По данным разных авторов, эта величина может колебаться от 3 мм до 30-60 мм. Значит, вот Субботник предлагает, он работал со спортсменами, и он предлагает, что для спортсменов эта величина, нужно использовать правило 3. Из-за того, что при приземлении и отталкивании силы реакции опоры по сравнению с ходьбой увеличиваются как минимум в 3 раза, то тогда, значит, нужно учитывать этот фактор, и величина, которая для спортсмена пороговым уровнем является, это 3 мм. То есть она будет соответствовать примерно 9 мм у обычного человека, а не спортсмена. Но в целом, большинство авторов сходится на том, что величина 6-8 мм, это является та критическая величина, с которой нужно начинать компенсировать длину конечностей. В противном случае она может приносить кучу страданий, о которых я говорил уже выше. Еще результат этих болевых проявлений во многом еще зависит, наверное, видимо от гибкости данного пациента, его роста, и также от локализации укорочения. То есть в данном случае показано, что чем ниже укорочение относительно позвоночного столба, тем более выражен дуга сколиозирования, и тем более выражен перекос таза. То есть наибольшее отклонение вызывает гиперпронация, избыточная пронация, асимметричная пронация на стопе, вызывая перекос таза. Здесь золотым стандартом для определения длины конечностей и разницы в длине конечностей является рентгенограмма, сделанная в положении стоя, с стандартной установкой стоп. Вот в данном случае представлена одна из моих пациенток, у которой укорочение 10 мм длины ноги, и это голень. То есть она далеко удалена от позвоночного столба. Здесь сколиоз третьей степени 152 градуса. Значит пациентка, ей 26 лет, она постоянно жалуется на боли между лопаток. И вы видите, что на отпечатках стоп, стопа под короткой ногой уплощена, а под длинной ногой она полая. Вот это верхний, вот здесь отпечаток. У этой же пациентки на подограмме отмечается, что центр давления резко смещен в сторону короткой ноги. То есть вот центр давления, до центра давления левой стопы здесь 10 см, а до центра давления правой стопы всего 6 см. Значит, и давление на короткую ногу составляет 61%, а на длинную ногу 38%. То есть выраженная резкая асимметрия. Посмотрим дальше, к чему может приводить эта асимметрия. В пику тем авторам, которые утверждают, что, скажем, ну там 10-15 мм, это в общем-то клинически незначимо и несущественно для обычных людей. Ну вот мы видели, какой здесь колиоз. И, значит, да, вот эту же пациентку мы компенсировали коском величиной в 10 мм, то, что составляло как раз разницу в ее длине конечностей. И вы видите ее изменения, мгновенные изменения на подограмме. С одной стороны выравнивание центра давления, симметричность между левой и правой стопой он стал, вот исход, вот она стоит на коске 10 мм. И с другой стороны давление, видите, стало гораздо более равномерное на левую и правую стопу. Здесь явная перегрузка пяточной кости была. Теоретически такой перекос таза вызывает смещение нагрузки преимущественно на короткую ногу. Идет перегрузка не только бедренной кости, но и всех структур, в том числе и стопы. Я часто в своем кабинете вижу людей с такой деформацией халюкс валгус, с асимметрией такой деформации. Вот в данном случае на правой ноге 41 градус халюкс валгус, а на левой ноге 19 градусов. Я в литературе по ортопедии не смог найти объяснение этому факту. И, видимо, это невозможно объяснить, если рассматривать только первый плюснефаланговый сустав, либо только стопы. Только вот такой холистический подход, поднимаясь выше, мы увидим, что у данного человека, ну, во-первых, стопа здесь раздавлена, а здесь почти нормальная. Разные треугольники талии, и наблюдается перекос таза и короткая нога. И только когда ты это диагностируешь, ты понимаешь, почему на одной ноге халюкс валгус в два раза больше, чем на другой ноге. И этот фактор следует обязательно учитывать докторам, которые оперируют халюкс валгус. Прооперировать это, снять как бы вторичные проявления. Но если ты не выровняешь эту ногу, то через несколько лет этот халюкс валгус снова вернется, потому что перегрузка остается. Вот в данном случае пациентка 52 года, значит, вы видите, что на правой ноге у ней выраженный халюкс валгус, а на левой ноге его практически нет. То есть здесь там, я не помню, 19 градусов на правой ноге, она не видно, плохо видно. А на левой только 10 градусов. Перекос у ней всего, разница в длине конечности 4,5 мм, но здесь вот тут как раз ситуация, когда у ней базис креста, не параллелен укорочению, линии укорочения, то есть здесь базис креста развернут в другую сторону. Но она прооперировалась у доктора Бережнова, очень довольна косметически своими результатами и функционально, то есть подвижность первого плюснефалангового сочленения сохранена. И сейчас мы просто проводим терапию на выравнивание перекоса тазового кольца, торсии тазового кольца и позвоночного столба. Значит, выделяют, в литературе выделяют короткую ногу анатомического и функционального происхождения и сочетанного укорочения. Но обращает на себя внимание вот количество авторов, которые вот в этой последней, оп, извините, нижней строке. Значит, ну какие здесь факторы преимущественно вообще? Идиопатические аномалии, анатомическое укорочение, идиопатические аномалии, дегенеративные заболевания, опухоли, переломы и травмы зоны роста. Вот мой опыт работы с фигуристами последние годы, спортсменными фигуристами, показывает, что практически у них у всех есть укорочение нижней конечности. Видимо, за счет того, что они начинают заниматься в очень маленьком детском возрасте и в подростковом возрасте уже проходят через очень экстремальные нагрузки. И вот это постоянное приземление на одну из конечностей, то есть прыгают они с одной, приземляются на другую, либо на эту же, но все время использование одной ноги. И приводит, видимо, к вот такому симметрию в длине конечностей. Ну вот, как пример приведу, у меня сейчас лечится одна пациентка, у которой, фигуристка, у которой произошел импрессионный перелом плата большеберцовой кости в момент приземления. Представляете, насколько это выраженные нагрузки? И вот этот фактор нужно учитывать для того, чтобы, скажем, оценивать происхождение этой короткой ноги. Значит, у функционально короткой ноги выделяют как причины асимметричная гиперпронация, о чем мы уже говорили здесь не раз, спазм укорочения мышц, контрактура суставов, гипермобильность и вытяжение связок. Но особо много работ посвящено как причине несоосность аксиальных структур и скрученный таз. То есть именно скрученный таз очень часто дает укорочение нижней конечности, которое неопытные врачи пытаются лечить, принимая за анатомическое укорочение у себя в кабинете. Вот те функционально короткая нога, провоцирующие ситуации, бытовые и спортивные ситуации, бег по откосу в одну сторону, бег по виражу в одну сторону. Это вот этот снимочек. Дальше экстремальные движения спортивные, выпады, они же очень часто в спорте, футбол, теннис, очень много. И еще один фактор о том хотелось сказать, очень часто, кто у нас не падал на попу, очень многие. Но у многих это прошло безболезненно, а у некоторых сформировалась так называемая дисфункция обслип, когда один из полутазов уходит вверх и блокируется в крестцово-подвздошном сочленении на многие годы. И эти больные ходят по всем врачам и им ставят различные диагнозы, но все не по теме. Но никто не корректирует это, кроме у стопатов. Ну, во всяком случае, у нас в стране. Ну, и, значит, клиническому врачу на первичном приеме нужно часто поставить диагноз быстро, сразу. И ему некогда посылать на рентген, и далеко не везде есть такие установки, рентген с которых я демонстрировал, потому что это единственная установка в России, в Москве, которая делает панорамный снимок, захватывая от головы до, по сути, до таза. Так вот, когда диагностика проводится мануально и визуально, очень важно поставить пациента в нужную позу. То есть, видите, ноги вместе, если ноги вместе, то перекос тазового кольца, он становится очевиден. Если же ноги чуть-чуть раздвинуты, то перекос исчезает, и вы просмотрите этот диагноз. Но, скажем, то, что вы увидели руками, это еще не обязательно, что здесь есть истинное укорочение. Скорее всего, это функциональное укорочение, а еще есть вариант, когда есть анатомическое укорочение, на него накладывается функциональное укорочение, и вместе это уже кажется, что этот перекос очень выражен. Но когда начинаешь работать и убирать те проблемы, которые вызывают функциональное укорочение, выплывает истинное анатомическое укорочение, которое можно легко измерить теми методами, которые мы предлагаем. Вообще оценивают перекос таза, вот именно мануально накладывая руки на гребни большеберцовых костей. И есть несколько методик авторских за рубежом, которые меряют перекос таза именно так, подкладывая под пятку, допустим, книги, и потом меряя толщину этих листков книг. Но наши исследования показывают сравнение мануального тестирования. И анализ рентгенограмм, их уже больше 60, вот таких положений стоя, что уровень гребней подвздошных костей – это очень ненадежный критерий для оценки выраженности перекоса таза, истинного укорочения длины конечностей. Значит, мы предложили тест другой, тест больших пальцев, описанный педалью в 1947 году. Значит, в сочетании с использованием мерных плашек, которые подкладываются под укороченную стопу, укороченную я беру в кавычках всегда, потому что в начале лечения ты не знаешь, это анатомическое либо функциональное укорочение. Ты просто диагностируешь толщину этих плашек при выполнении теста, для того чтобы в начале лечения величина этих плашек показывает степень асимметрии данного пациента. Но потом, когда уже ручная работа проведена и убраны мышечные спазмы, то тогда этот тест показывает истинное укорочение длины конечностей с точностью плюс-минус 2 миллиметра. Корреляция с рентген укорочением 0,86. Значит, кроме того, использование в этом тесте поролонового мата, методики которой предложены Гаже и Вебер постерологами, позволяет дифференцировать перекос таза, выделять перекос таза подального генеза. То есть ты сначала проводишь тест больших пальцев стоя на жесткой поверхности, и если ты увидел, что наблюдается феномен ускользания, то есть одна подвздошная кость убегает в момент наклона пациента, ты тут же переставляешь этого пациента на поролоновый мат и повторяешь этот тест. Если ускользание исчезает, значит проблема в стопе. И ты тогда идешь в стопу и работаешь со стопой. То есть чаще всего, опять же по моим клиническим наблюдениям, чаще всего это возникает, такую патологию дает перекос таза подального генеза, происходит при переднем таране по остеопатической терминологии. То есть когда таранная кость смещается кпереди. Вот этот вы уже, скажем, я когда-то этот слайд сделал, но он уже бродит, я отдал своим приятелям, и вы его уже видели, часть из этого слайда. Но вот здесь добавка. Значит таранная кость, вот она стоит. Это как купол храма, который венчает сводчатые образования стопы. Если какой-то из сводов поехал, то купол не может стоять прямо, он тоже будет сползать. И поэтому в этой ситуации, пока ты этот свод не поддержишь, то купол будет сползать даже при успешной мануальной коррекции. То есть в настоящий период я делаю сначала, выявляю, если такой есть передний таран, корректирую руками и тут же назначаю стельки для того, чтобы этот таран стабилизировать на своем месте. В конце вы увидите результаты такого лечения. Далее нами было проведено совместно с присутствующим здесь доктором Беляковым из Обдинска, значит стабилограмма в разных ситуациях, когда была мягкая и жесткая опора под стопой. Первый красный столбик – это исход, то есть жесткая опора. Второе – коврик из пенорезины. И третье – это стельки, заготовки стелек Формтотикс. Коэффициент Ромберга показывает, что при использовании мягкого коврика стабильность пациента увеличивается, а при использовании заготовок стелек эта стабильность еще более увеличивается, причем эти различия достоверны относительно второго, относительно первого, третье относительно второго. Таким образом, стельки Формтотикс по результатам этих исследований дают выраженную стабилизацию прямостояния человека. Далее это уже в моей работе, в моей клинике проводилось. Постулат Фукуды, постуральные рефлексы проявляются в движении. Мы проводили тест Фукуды, о котором уже здесь сегодня не раз говорили, но проводили его несколько с измененными условиями. Для того, чтобы сделать тест более стандартным, мы использовали шлем, надеваемый на голову пациента, боксерский шлем, который позволял изолировать звук и зрительную изоляцию создать. И, значит, пациент при этом ставится на круг и под метроном он идет. Ну это порядка 80 шагов в минуту, 35 секунд он идет. Значит, потом вот здесь показан лазерный визер, который ставился между ног пациента и лазерный луч указывал, насколько градусов он смещался влево или право. Вообще в этом тесте по классике проводится три тестирования, три подряд захода, когда человек идет просто руки вперед и голова смотрит вперед. Потом в следующем заходе голова поворачивается вправо либо влево. И в третьем заходе уже в противоположную сторону. И он повторяет все время эту ходьбу. Мы еще здесь добавили фиксирующий шнур, который при повороте головы влево либо вправо цеплялся за одежду пациента. И таким образом он не мог стандартизировать положение головы. Он не мог ее сдвинуть во время тестирования. И вот, проведя эти тесты, да, и мы проводили его в двух ситуациях. То есть сначала пациент шел босиком, потом мы брали тонкие капроновые носки, в них вкладывали заготовки стелекортезов розовые, бургундия. И повторяли этот тест. При этом у нас было 35 пациентов с хронической дарсалгией и перекосом таза наблюдалось. Но эти пациенты, исходимые, мы их брали через две недели. И при этом мы взяли границу так называемого преимущества, то есть асимметрии за 50 градусов, это по данным литературе, и выделили из них две группы. Асимметричных пациентов, 24 пациента, и симметричных, 49 пациентов. Так вот, оказалось, что при топтании на месте в стельках, вот это розовый столбик, у них резко снижалась степень асимметрии. То есть мы еще здесь не работали руками, только одевали стельки, и степень асимметрии движений уменьшалась. А вы помните этот, то есть постуральные рефлексы проявляются ярче всего в движении. В другой группе, где симметричность была более-менее нормальной, наблюдалась только тенденция, но эта тенденция не была достоверна, в отличие от первой группы, где выражена достоверность этих изменений, уменьшение асимметрии тела. И в третьей группе, это уже как бы объединенная группа, также мы достигли показателя высокой достоверности изменений при хождении в стельках. Но дело в том, что, то есть это можно трактовать, как способность заготовок стельки выступать в качестве метода деторсионной терапии постуральной мускулатуры тела. Но дело в том, что еще технология Фронтотикс предусматривает и использования для коррекции кленов в последующем. Вот здесь мы взяли пациентку, которую вы уже видели с асимметричным холюкс валгус, прооперированным, поставили на подограф, и здесь в исходе мы наблюдаем выраженную асимметрию, но главное перегрузку слева в области плюсневых костей. Тут же поставили косок, очень маленький, величиной 2 см шириной, толщиной со спичку, и получили вот такой рисунок. То есть это практически мгновенно. Вы видите, что перегрузка здесь исчезла. У этой пациентки наблюдалась еще торсия таза справа налево, то есть в горизонтальной плоскости таз был развернут. Но положив вот этот клин, эта торсия исчезла, но, к сожалению, нет методов, которые это еще можно зарегистрировать, но зато мы можем зарегистрировать изменение давления под стопами. Вот, да, и, но здесь еще, скажем, здесь еще пациентка имела короткую ногу, но здесь мы не ставили задачу компенсировать эту короткую ногу и смотреть изменения. Это в дальнейшем. Но вообще технология Фармтотикс, ее постулат я бы сформулировал так. Это как эффект бабочки. Взмах крыльев бабочки где-то в борозиле и вызывает бурю в Техасе. Вот так нужно корректировать, то есть очень маленькой добавкой добиваться очень выраженных результатов в отдаленных областях тела. Итак, выводы. 4,6 мм – это пороговая величина, клинически значимая разница в длине ног. Анатомического либо функционального генеза. Для тела, особенно для ног, все равно какое это укорочение у вас, анатомическое либо функциональное. Перегрузка ноги все равно в последующие годы вызовет деформации, соответствующие. Второй вывод. Как функциональное, так и анатомическое укоротение нижней конечности всегда сопровождается торсией тазового кольца, тонической асимметрией мышц телесной оси и перегрузкой одной из конечностей. Это то, что я сейчас сказал. Третий. Тест больших пальцев в сочетании с использованием мерных плашек и поролонового мата является валидным клиническим тестом для диагностики перекоса таза подального генеза, измерения степени асимметрии постуры в исходы, измерения анатомической разницы в длине ног после остеопатической корреческой соматических дисфункций. Ортезы стопы медицинской системы фармтотик смогут использоваться в качестве действенного средства деторсионной терапии и постуральной мускулатуры тела, выравнивания перекоса таза и повышения постуральной устойчивости. Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович. Я заканчиваю. Наоборот, у нас перевод идет. Так быстро говоришь. Извини. Да. Хорошо. Ну и это одна из моих пациенток, у которой вот как раз наблюдался передний таран. Значит, она год назад обратилась ко мне с постоянными проблемами в стопе. Она тогда готовилась к чемпионату мира. Она выиграла этот чемпионат мира в Корее. Но она вынуждена была все время принимать деклофенак, потому что боли в стопе не давали ей полноценно тренироваться. Тогда мы сделали стельки. Я руками откорректировал передний таран остеопатический и, значит, поместил стельки в ее обувь. Значит, она была у меня недавно, уже после Олимпийских игр, став на них чемпионкой в беге на 800 метров. Значит, она сказала, что за год она не имела никаких проблем со стопой. И она вообще не представляет себе дальше, как она будет тренироваться без этих стелек. Она сделала еще две пары стелек и на этом мы расстались. Спасибо за внимание. Извините, что говорил быстро, боялся не уложиться во время. Спасибо, Владимир Ильич. 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 Продолжение следует...